Мой страшный портрет Начну с того, что эта история реальна. Хотите верьте, хотите нет, но она оставила огромный след в моей жизни. Психика у меня всегда была очень уязвимая и чувствительная, поэтому теперь я без успокоительных капель, как без рук. Это случилось, когда я училась на третьем курсе в Институте культуры на театральном факультете. На то время я очень активно занималась, ходила на уроки профессиональной игры на гитаре, в художественную студию и работала с фотографами в качестве модели. У меня был очень широкий круг общения. Среди них были мои однокурсники, актеры, фотографы, художники и начинающие сценаристы. Мы часто с ними собирались все вместе и балду гоняли, ходили целой кучей в кафе, ходили в оперный театр, устраивали свои маленькие вечеринки и просто сидели в одной из комнат общежития и играли во что-нибудь. Пожалуй, пора представить вам моих друзей. Это были актрисы, Аня, фамилии не буду указывать, Оля, Лиза, актеры, Коля, Ваня, Сергей и Олег, художник Леша, две девочки-фотографы, Люба и Катя. Так как гулять все вместе было нашим любимым занятием, а на то время нам редко удавалось покутить, мы как-то договорились устроить маленький творческий вечер дома у Олега. Его родители надолго уехали к родственникам и поэтому он временно был хозяином в довольно большом частном доме. Все мы ждали с нетерпением этого дня, поскольку это была пятница, а потом длинные выходные. Ах, какое время было! Так вот, вернемся к рассказу. Все мы решили скинуться на бутылочку шампанского, все-таки Новый год на носу. А мы люди взрослые, тем более мы решили, что хватит нам и одной бутылочки на весь вечер, интеллигенты все-таки. После пар мы собрались в теплом и уютном доме, все нарядные пришли как на фуршет. Я, Оля и Лиза пришли заранее, чтобы помочь накрыть на стол. Наконец, мы сели за стол и началось. Кто-то не поленился и принес гитару, так что не прошло и часа, как мы уже пели и танцевали по полной программе. Пели под гитару по очереди. Естественно, очередь дошла и до меня. Петь под гитару я любила. Это было даже мое хобби. Подбирать, разучивать и исполнять песни. Тем более, что я закончила глинку с дипломом вокалистки. В общем, это не суть. Досидели мы до начала двенадцатого. Вот тут-то и пришло начало постигшей меня мистики. В разгаре посиделок я отошла в дамскую комнату. В доме, как я уже сказала, было жарко. Поэтому первое, что я сделала, это открыла кран с холодной водой и умыла порумянившееся лицо. В туалете, как назло, начала мигать лампочка. Причем так быстро и сильно, что в конце концов погасло. Но надо сказать, что было не темно, так как выходил свет из соседней комнаты. В это время я глянула в зеркало. Оттуда на меня смотрело мое собственное отражение, которое было одето в шикарное черное платье, черную шляпу, и у него были ярко накрашены глаза. И оно широко и зловеще улыбалось. Я ручаюсь вам. Это был не мираж. Мне это не могло показаться. Я это так четко и ясно увидела во всех подробностях. Я выползла в маленький коридор. Там уже столпились несколько человек. «Маш, что с тобой такое? Что случилось? Чего ты так кричала?» Засыпали меня вопросами. «Нет, нет, ничего. Все нормально. Просто паука увидела. Не волнуйтесь». Я твердо решила никому не рассказывать того, что я видела в этом проклятом зеркале. Сославшись на то, что после шампанского чего только не привидится, снова села за стол, выпила минералочки и вместе с остальными гостями стала собираться домой. Честно скажу, мне после этого миража не спалось несколько ночей и даже днем мне было страшно смотреть в зеркала, которые мне встречались. Я старалась забыть, выкинуть из головы свое собственное лицо. Впервые я боялась само себя. Шли дни, недели, даже месяц успел пройти. И я стала понемногу забывать странное видение. Тем временем в модельном ателье стали происходить некоторые перемены. Там открылась художественная студия, в которой работали художники на заказ или просто создавали конкретно свои собственные картины. Туда подался и мой друг, художник Лешка. Однажды после очередной фотосессии ко мне подбежал Леша. «Слушай, Маш, хорошо, что я тебя встретил. Есть один важный разговор. Можем встретиться с тобой после пар?» «Да, конечно. А что? Что-то очень важное? Ну, вообще, да. Ладно, давай. После пар жди меня у выхода. Хорошо, до встречи. Пока-пока». Шесть закончились пары. Я поспешил освободить помещение. У выхода меня уже поджидал Леша. Он взялся проводить меня до общежития. Заодно рассказал, какое у него ко мне дело. «Значит, слушай», – начал Леша. «Я рисую плакат, иллюстрацию к одному роману. Ты мне нужна в качестве натуры. Ты не могла бы мне позировать. Срочно нужна модель. За позирование платят 50 долларов в час. Можешь заработать немного заодно. Правда, это довольно нелегкое дело. Мышцы немного затекают. Но это ведь ничего страшного. Ну как, поможешь?» Я задумалась. По некоторым дням я могла ходить и позировать. Тем более, Леша – талантливый художник. А если мне еще картину или хотя бы репродукцию подарят, то будет просто замечательно. «Ладно, по каким дням ты можешь рисовать?» – спросила я. Я подстраиваюсь под тебя. «Тогда понедельник, четверг и пятница. Тебя устроят?» «Да, конечно. Во сколько лучше? В пять часов нормально будет?» «Как раз. Тогда договорились». Мы распрощались с Лешей. Я поднялась в свою комнату. Я начала ходить позировать Леши. Я приходила после пар. Там меня гримировали. Одевали в черное вечернее платье. И я два часа честно позировала Леши. Так я проходила несколько дней. Пока, наконец, Леша не окончил портрет. После последнего сеанса, я подошла посмотреть на Лешина творение. Лучше бы я этого не делала. С огромного листа на меня смотрел не портрет, а то самое, мое отражение, которое привиделось мне в зеркале у Олега дома. Я потеряла сознание. Очнулась я в гримёрке от сильной вони на шатыря. Приехала скорая. У меня оказалась повышенная температура. Мне сделали укол и отвезли домой. Конец этой истории довольно печален. Леша заболел раком. И через некоторое время скончался. Я не могла найти себе места. Я не спала, не ела, не пила. Мой собственный призрак преследовал меня. По ночам снился покойный Леша. Наконец я пошла в церковь, где исповедалась, причастилась и подала на проскомедию за Лешу. И только после этого я осталась спокойно жить. И порой мне снится усопший Леша и улыбается. Редактор субтитров А.Семкин